24 мая состоялось второе заседание Клуба молодых политиков Партии «Справедливая Россия». В работе клуба приняли участие председатель Партии «Справедливая Россия», заместитель председателя Государственной Думы Николай Левичев, депутат фракции «Справедливая Россия», руководитель московского отделения партии Александр Агеев, депутаты муниципальных образований Москвы, Сверидов, Крупянка, Будник, Емельянова, молодые члены партии. К обсуждению были предложены две темы – легитимность Мосгордумы и муниципальные полномочия в вопросах местного самоуправления. Во вступительном слове Николай Левичев отметил. Мне также очень приятно, что наконец я дожил до того, что молодые люди открыто заявляют о том, что они хотят заниматься политикой. Еще пару лет назад, когда Илья Сверидов еще политикой не занимался, а мы уже не признали результаты выборов в Мосгордуму, мне, честно говоря, очень не хватало молодых людей, желательно крепкого телосложения, которые бы помогли отстоять наш реальный результат на выборах в Мосгордуму. Мы готовились тогда к этим выборам, я немножко вот откатываю назад, чтобы было понятно, да, почему мы сегодня на эту Мосгордуму немножечко, ну, говоря таким вульгарным языком, наехали. Тогда мы готовили тоже, как положено, готовили наблюдателей на всех избирательных участках, их было больше 3200 в городе Москве, и действительно у нас через обучение, а зам наблюдения за выборами прошло больше 3000 человек. Ну, это были в основном такие, значит, люди типа, там, скажем, учительниц истории в школе, да, и поэтому, когда их в ночь голосования вышвыривали, значит, с участков применения грубой физической силы, вот, они приезжали к нам в штаб, там, в 2-3 часа ночи рыдали передо мной, я чувствовал свое собственное бессилие, потому что, ну, в общем, мы оказались не готовы противопоставить что-либо, вот, власти в такой грубой, примитивной, вульгарной форме, тогда был поставлен рекорд, ну, на моей памяти, да, он до сих пор не побит, несмотря на все астраханские страсти, тогда на одном из избирательных участков одномоментно было зафиксировано присутствие 32-х человек в милицейской форме, на одном избирательном участке. Вот, ну, мы, правда, заявку в книгу рекордов Гиннесса не догадались тогда подать, но думаю, что до сих пор вряд ли этот результат побит. И вот тогда не хватало молодых людей, которым вообще была интересна политика, были интересны результаты выборов, ну, лучше поздно, чем никогда, я рад, что рассерженные горожане Москвы проснулись, пусть и с опозданием небольшим, я рад, что появилось большое количество молодых людей, которые уже приняли участие в муниципальных выборах в городе Москве, пусть не всем повезло, пусть все-таки большая часть участвующих от нашей партии остались за чертой депутатских мандатов, но я вижу, что вот эта волна поднимается, значит, волна интереса к политике, которая в итоге определяет очень многие параметры нашей с вами, мне так приятно к вам прильнуть в очередной раз, молодой жизни. Вы знаете, я вот, чтобы закончить это вступительное слово, порой из памяти, ведь я уже в 10 классе почувствовал, что вот вроде на мою конкретную жизнь оказывают влияние решения, которые принимаются где-то там наверху, ну, тогда все на кухне обсуждали, значит, какие дураки сидят там наверху, в правительстве, значит, там в ЦК КПСС, мы плохо представляли себе, кто принимает эти решения, но они рикошетили по нашей жизни очень конкретно, так же, как и сегодня, да, значит, какие-то там, значит, департаменты в министерствах изображают работу, да, приходят новые люди, им нужно изображать работу, они, значит, плодят какие-то бумаги, новые правила, это непосредственно влияет на жизнь людей вот прям со школьных лет, поэтому я очень рад, что появились люди, которые готовы разбираться в этих нюансах, потому что социал-демократия, вот я откристаллизовал в итоге определение такое, мне кажется, очень понятное и, ну, мотивирующее на, значит, приобщение к этой идеологической стезе такой, да, социал-демократия – это стремление к индивидуальной свободе путем коллективных действий. Вот я к таким коллективным действиям вас и призываю. Отвечая на вопрос о ситуации с протестами и партийных действиях, Николай Левичев заметил. Если хотите, значит, я попытаюсь сформулировать так, импровизационно, да, мне кажется, что в складывающейся ситуации, когда желание влиять на политику выливаются в уличные прогулки, манифестации, там, или, там, подобие фестивалей, или, значит, придумываются какие-то такие названия, на мой взгляд, идет такая интеллектуальная игра с представителями власти, значит, в полицейской форме, значит, кто кого перехитрит, кто быстрее, значит, перебежит в назначенное место, там, кто придумает более оригинальный флешмоб, вот, в этом движухе много, а вот смыслов пока маловато. Я все-таки предлагаю брать пример со стран развитой демократии, да, и посмотрите, значит, мы видим какие-то массовые манифестации, которые спровоцированы или, там, промотивированы вполне конкретными интересами или ущемлением каких-то вполне конкретных интересов, да, значит, сокращаются ли рабочие места, да, этому посвящается какая-то манифестация, повышается ли там плата за обучение или, значит, какие-то там инновации в области доступности образования, да, значит, люди идут и демонстрируют вот таким открытым, публичным образом, солидаризируясь с какими-то конкретными, ну, вот, интересами, проблемами, а у нас пока, во всяком случае, может, я ошибаюсь, да, вот то, что начиналось в декабре на Болотной площади, как я говорю, это разноголосица уличная была, на мой взгляд, едино только в одном, хотим честные выборы, а вот уже по результатам этих честных выборов, я думаю, там был представлен весь спектр политических интересов, значит, слева направо и даже еще в третье измерение. Александр Агиев рассказал о стратегии действий партии в Москве. Сегодня сюда поднимались после проведенного совета регионального отделения партии, и это все руководитель, весь, все руководящий состав партии в Москве, как раз принимали решение по, там, медийному плану, вот здесь в основном собрались, там, именно молодые политики, ребята, девочки, которые, там, видят себя в политике, уже участвуют на муниципальном уровне, вот, поверьте, все надо сделать, конечно же, системно. Нужно, прежде чем ты стоишь перед собой максимальную цель, там, вот, захотел ты стать президентом страны, надо подумать, через что можно этого добиться, вот, и идти последовательно смотреть именно, то есть, куда нужно, где-то влево, где-то прямо, лбом или, но в любом случае должна быть стратегия. Вот у нас, конечно же, есть помимо эмоционального заряда нашего, что мы не признаем результаты выборов, это были, на самом деле, грязнейшие выборы, очень жесткие, там, с применением административного ресурса, очень проблемные, и по результатам, конечно же, они сегодня не отражают интересы всех москвичей, я думаю, вы это тоже понимаете, что, к сожалению, такая проблема сегодня есть. Нелегитимная, это новая Мосгордума, которая и еще больше заводит людей, и там у вас, у муниципальных депутатов, кто сегодня здесь присутствует, нет никаких полномочий, вы не можете помочь людям на местах, Мосгордума закрыта абсолютно, и эти единороссы, там, которые представляют 92%, они абсолютно не хотят работать, вот, такой карманный соглашательский орган исполнительной власти. И это все заставляет людей от безысходности идти на ту же улицу. Надо как-то высказывать пожелание, то есть к самой власти обращаться через что-то, когда ее, в принципе, не слышат. Так вот, конечно, мы сейчас в принципе не признаем этот орган, и мы ждали того, что когда-то нам удастся все-таки сделать такой победный хук, удар. И сейчас, вы знаете, что был принят закон, по которому минимальное количество депутатов, которые должны представлять интересы населения, в городе, если там более 2 миллионов избирателей, а в Москве, вы знаете, гораздо более 7 миллионов, это от 45 до 110 человек должны представлять депутатов. Сейчас 35. Уже несоответствие. Но это тоже покающие эмоции, потому что вроде как действующий состав, у него еще есть 2 года для того, чтобы закончить эту работу, а потом уже по новому составу избираться. Так вот, мэрия Москвы своими наполеоновскими планами, серьезными задачами, вроде хочет еще больше себе земли, влияния, возможностей, в 2,5 раза таким валютаристским решением себе дополнительно земли у московской области. ЧПОК и присовокупили. Но вроде они все предусмотрели. Как обойти референдум при этом объединении, какие-то еще возможности, чтобы лишь бы все было к закону притянуто. Но одно они просчитались, что ведь сегодняшний состав, он ведь у нового присоединенных территорий нет своих депутатов, получается. Люди имеют конституционные права, которых они лишены. А старый состав, сегодняшний этот нелегитимный, который мы не признаем, он ведь, так сказать, должен работать и обслуживает ту территорию, которая уже в 2,5 раза меньше, чем сегодняшняя новая Москва. И не может он работать на той территории. Это нелегитимно. И до выбора провести нельзя. Так вот, конечно, в этой ситуации мы нашли несколько конкретных аргументов и нарушения конституции основного закона России и основ законодательства наших. И подали, вчера Николай Владимирович написал депутатский запрос на имя генерального прокурора Российской Федерации. Да, я чтобы кратко, чтобы не затягивать, у нас будет еще дискуссия, будет много интересного. Но, по сути, конечно же, сейчас, чтобы разогнать эту Мосгордуму, недостаточно одного запроса. Конечно, прокуратура даст свою оценку. И эта оценка, я уверен, что никуда не уйдешь от нарушения норм закона и прежде всего Конституции. Еще есть какие меры, методы, чтобы разогнать. Ну, Мосгордум может сама распуститься после того, как мы сейчас распространим пару миллионов листовок против них, таких жестких. Когда мы соберем миллион подписей граждан, которые вот Евгений сейчас начинает, и каждый из вас, я надеюсь, кто сегодня поддержит вот это вот наше начинание, возьмет с собой подписные листы. Мы собираемся через месяц направить открытое письмо президенту. Ну, это десятое действие из тех, которых мы сделаем, под которым уже приложим тот самый миллион подписей москвичей, не согласных с сегодняшним раскладом и которые не признают легитимность этих выборов. Но для этого нам нужно привлечь внимание к этой проблеме. Это часть стратегии. Депутатский запрос, подача исков в Конституционный суд России. Вот это распространение листовок, при том листовки должны быть разные как для всей Москвы, так и для тех территорий, где там север, северо-восток, там, где вот Ярославка наша, где люди каждый день стоят в пробках по два-три часа. И как для них там вот это вот расширение Москвы в сторону запада может там помочь в решении транспортных проблем или других, как нас пытаются убедить. То есть для них свои должны быть аргументы. Для новой территории, для Троинска, Щербинки, там, Подольского района должны быть другие аргументы. Сегодня там никто не признает и никому непонятно, зачем это было сделано. И эти люди сегодня приходят к нам и готовы их просить нас помочь составить им заявление в Конституционный суд. Николай Левичев высказался о перевыборах Московской городской думы. Вы знаете, во-первых, под лежачий камень вода не течет, да, и все равно надо пытаться, потому что мы иногда не представляем себе от каких факторов зависит наша жизнь. Да, вот у меня есть сосед по даче, вот, я, например, там, значит, подрезаю ветки, когда у меня есть время, а он подрезает, когда по лунному календарю, значит, это вот надо делать, да, я не скажу, что у него сад лучше моего, мне мой больше нравится, но он, по крайней мере, живет, значит, в полном таком психологическом комфорте, что он все делает правильно. Поэтому нам главное ощущение, что мы все делаем правильно, да, а как там звезды встанут в этот момент, ну, вдруг повезет, еще кому-то, кроме нас, тоже надоело это Мосгордума. Рассуждая о работе партии в регионах и значении работы на муниципальном уровне, Николай Левичев сказал, мы же молодые политики, нам всего шестой год пошел, да, и мы растем, я считаю, что какой-то такой даже вундеркиндный характер у нашей партии, потому что, вспомните, как нас хоронили там, в августе, даже в сентябре еще прошлого года, да, никто не сомневался, что это последний, последний гастроль партии «Справедливая Россия», вот, но мы такие хитромудрые ребята, мы вот в некоторых регионах преподнесли сюрпризики, в частности, вот в Екатеринбурге, как известно, да, мы набрали больше в самом городе, да, чем «Единая Россия», поэтому есть такие точки роста, я, конечно, не буду сейчас их называть, значит, пусть там помучаются аналитики, которые нас там меньше любят, чем присутствующие здесь в зале, но тем не менее, понимаете, вот что я чувствую, что уже во многих субъектах, как принято говорит Российской Федерации, сложились устойчивые группы людей, связанных общими убеждениями, да, какой-то общей нравственной позиции, и при всех каких-то межличностных, может быть, противоречиях, ну, всегда есть какая-то внутрипартийная конкуренция, да, всегда есть какое-то желание там быть самим, значит, чем кто-то рядом, это все нормальные здоровые процессы, но у нас только вот уже муниципальных депутатов у партии, да, больше 6 тысяч, это люди, которые, как я говорю, огонь и воду прошли уже, до медных труб все-таки далековато еще, да, и пусть будет еще там 150 или там 100 новых партий с разными экзотическими названиями или там названиями копирующие старые бренды, мне кажется, это все уже другого уровня игры, самое главное, что есть люди, которые готовы жертвовать своим, может быть, даже таким бытовым комфортом ради отстаивания тех идей и принципов, в которые они верят. Вот до последнего времени, скажем, последние там 3-4 года, может быть, даже раньше еще, когда еще не было справедливой России, были там входящие в нее партии, ко мне приходили ну такой среднестатистический портрет вот человека, который приходил желая заниматься политикой, это был предприниматель примерно в возрасте 45 лет, который ну в общем создал такой средний крепкий регионального уровня бизнес, который в общем уже крутится, не требуя от него значит ежедневного 12-часового активного внимания, к этому времени у него подросли дети, это уже как правило студенты, у него появляется некоторое количество довольно такого значит свободного условного времени, ходить в английский клуб ему уже надоело, плюс он понимает, что для дальнейшего развития своего бизнеса, для того, чтобы выйти на новый качественный уровень, он упирается либо в несовершенное законодательство, либо в коррупционные какие-то механизмы, ну и плюс еще вот в этом возрасте уже появляется такая значит ну я бы сказал такая экзистенциальная уже такая мотивация оставить о себе след в жизни, вот не только для детям, да, но и так, чтобы где-то кто-то вот в какие-то анналы уже истории хоть строчку, но записать. А вот последний там год-два вот Илья Тимурч, да, вот ему до 45 еще ого-го, а вот он уже пришел. Поэтому мне кажется, что вот какой-то что называется процесс пошел, вот омоложение людей, которые чего-то умеют в жизни делать и понимают, что политика это не самая бесполезная сфера. Илья Свиридов привел красноречивый пример законотворческой деятельности Мосгордумы. Я вот специально взял с собой, все-таки возвращаясь к теме Мосгордумы, специально взял с собой вот продукт их труда за последние полгода, за вот этот 12-й год. Значит, практически все законопроекты, которые они приняли, законы, фактически, все это изменения, очень маленькие, редакции, что вот не в такой редакции, а в такой редакции слова в части первой статьи заменить на слова такие-то и так далее. Но вместе с тем порядка пяти законов касаются изменений как раз границ Москвы. То есть мы можем из 13 законов, которые были приняты, 5 исключить, останется 8. Один большой очень закон номер 12 касается изменений в закон о защите зеленых насаждений, суть которого сходится к тому, что теперь можно строить в зеленых зонах, если коротко резюмировать. Были большие протесты общественности против этого закона. И два законопроекта, я так буду плавно переходить к теме уже муниципальной, которые забирают полномочия у муниципального уровня. То есть под фанфары первых лиц государства о том, что местное самоуправление это основа государства, что надо расширять и так далее, у нас, к сожалению, в Москве как раз происходит обратный процесс. Соответственно, с земельным кодексом у муниципалов есть возможность контролировать земельный вопрос. Называется муниципальный земельный контроль. Так вот, Мосгордума сейчас буквально на прошлой неделе, 16 мая только-только появился закон, приняла закон, в котором меняется как раз возможность заниматься муниципальным земельным контролем. Отношение связанное с осуществлением органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований муниципального земельного контроля регулируется федеральным законодательством законам муниципального контроля Москвы. То есть они специально уводят этот вопрос. Таким образом, к сожалению, надо признать, что все меньше прав у муниципалов, все больше полномочий у Мосгордумы и Федерального Центра. О практике использования в повседневной работе современных информационных технологий поделился депутат Басманного района Евгений Будник. На вопрос Анастасии Емельяновой, депутата муниципального собрания Таганское, о помощи молодым депутатам, Николай Левичев ответил. От вашей активности будет зависеть и ваш авторитет. Если у вас полномочий не хватает, вы обращайтесь к депутату более высокого уровня. И, в принципе, я считаю, открыто об этом сейчас говорю, в условиях проснувшейся гражданской активности, которая пока вот таким броуновским движением в какие-то уличные гуляния выливается. Миссия нашей партии, имеющей статус парламентской, учить людей терпеливо, учить людей пользоваться возможностями парламентской демократии. Управа на власть. Вот смысл в развитии полномочий структур на местном уровне, заявил Николай Левич. Мне кажется, прежде всего, что надо понимать, слепо копировать и переносить зарубежный опыт, калькируя его на нашей российской действительности, это самое глупое, что только можно придумать. В частности, я с изумлением слушал аргументы, которые приводил на Совете Думы, вчера на встрече единороссов с Владимиром Путином, Андрей Юрьевич Воробьев, когда мы знаем, как скоропалительно был внесен закон в административных правонарушениях или в просторечии закон о штрафах, 10 мая внесен, а 18 мая уже под давлением оппозиции они сказали, ну, там будем мы как-то его сильно менять, но во втором чтении, а пока надо быстренько принять вот этот значит в первом чтении, иначе мы не успеем, мы тщательно изучили законодательство всех стран за эту там несколько дней, да, значит, Франция, Швейцария и эцетера, да, ну, вы знаете, вот это мне просто смешно, да, когда значит он даже вот эти там 100 тысяч франков там перепутался 100 тысяч евро, да, в торопях, вот, значит, в качестве примера нам подсовывают, ну, у нас другая жизнь, другая традиция, другой менталитет, у нас другая полиция, другие суды, другие граждане, поэтому, самое главное, чтобы мы приняли такую систему, чтобы у граждан было у права на власть, я бы так сказал, напомню, я вот уже давно говорю, значит, коллегам, которых я оставил, значит, руководить московским отделением, полтора года назад мы разработали законопроект о местном самоуправлении в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге, именно, значит, на необходимость разработки такого специального закона для этих двух столиц в 131 законе о местном самоуправлении есть отсылка, о которой никто, кроме нас, до сих пор не вспоминает, этот законопроект я лично вручал в руки Дмитрия Анатольевича Медведеву полтора года назад на встрече с ним и на первой моей встрече с Сергеем Семеновичем Собяниным, разумеется, не получил никакой реакции до сих пор не из администрации президента, уже президент поменялся опять, не из мэрии Москвы, но этот документ есть, возьмите его, посмотрите, если он устраивает как основа, разрабатывайте дальше, ведь за эти полтора года появилось какое-то новое видение, у вас уже свой какой-то пусть минимальный, но опыт муниципальных депутатов, чего вам там не хватает, вносите изменения, обсуждайте, устраивайте общественные слушания этой версии, да пусть будет какой-то альтернативный вариант, если у нас уже много молодых юристов, но это должно как-то всколыхнуть, вот этот мозговой штурм, есть боязнь, на которой власти вслух говорят, чтобы не потерять единство управления хозяйственным комплексом, ну, бывал я в городе Брюсселе, но там нету бургомистра, там у них не помню уже сколько, значит, каких-то территориальных образований, при этом, значит, автобусы ездят по расписанию, в отличие от Москвы, значит, трамваи ходят по расписанию, пересекая условные границы муниципальных образований, как-то это все работает, ну, давайте пошлем туда людей, там, платим им командировку, пусть они поизучают, как это все, значит, мило действуют, да, ничего, значит, хозяйственное от этого, а хозяйство от этого не страдает, да, давайте по крупицам как-то этот опыт переносить, а у нас, значит, под страхом того, что, значит, что-то где-то не сработает, ну, цветы не посадить под окном, чтобы не поставить в известность мэра Москвы. Заседание прошло интересно, и молодые политики получили ориентиры для своей дальнейшей деятельности. Продолжение следует...